Приветствую вас на канале Спокойной Аналитики, с вами Борис Тизенгаузен. Итак, скандал тут Нарендра Моди, премьер-министр Индии, досрочно покинул Москву и был неожиданно отменен финальный раунд переговоров в Москве. А что случилось, спросите вы, а я вам сегодня покажу видео, из-за которого, в общем-то, все это и случилось. И там Путина корежит, как черта от Ладана, от слов Моди про то, что недопустимо убивать детей. И это Моди говорит про удар по детской больнице Ахмадед в Киеве. Вот это и стало причиной отмены финального раунда. Итак, ну давайте обо всем по порядку. Визит в Москву, премьера Индии. И так, на самом деле, его много критиковали, потому что ручкаться, обниматься с тираном, убийцей, диктатором, развязавшим войну, как раз в тот момент, когда удары по Киеву происходили, так себе, конечно. Но политика штука циничная. У Нарендра Моди, у него третьи выборы со скрипом случились, и он их выиграл. У него население 1,4 с лишним, миллиарда человек. Понятное дело, что ему нужно заботиться о своей стране. Это не оправдание, почему он один из топовых покупателей российской нефти. Ну, даже не один из топовых, а второй по объему, потому что на первом месте Китай. Итак, визит запланирован был. Моди приехал. В предыдущем выпуске вы можете посмотреть, как его там развлекали. Там было конное шоу. Многие тут написали, еще не посмотрев, что, мол, а что там, Лаврова привели. На самом деле нет, это настоящее конное шоу было, но с некими элементами, я думаю, авторскими, путинскими. Потому что, иначе как назвать сцену, когда сидит Путин, сидит Моди. Выходит дама в российском таком, значит, стеганом каком-то сарафане. И она просто идет с палкой за лошадью. А дама такая, серьезная. То есть, она бы, это та, что и вот на скаку остановит, да. Идет с палкой за бедной этой лошадью. И играет музыка любимой группы Путина. Любе, выйду ночью в поле с конем. Ну, в общем, это какой-то такой арт-хаус, если честно. Можете посмотреть в предыдущем выпуске, как это выглядело потом. Так вот, во вторник, неожиданно, Моди и Путин отменяют переговоры в расширенном составе. Которые должны были состояться после их вот этой закрытой встречи. И официальных переговоров отменяют также официальные переговоры в узком кругу. То есть, что происходит? А, значит, Песков, Песков, тут вот нужно понимать, что Песков это такой персонаж, который постоянно должен за все, он ничего никогда не знает, но какое-то абсолютно тупое оправдание найти, это вот к нему, пожалуйста. Значит, переговоры вот эти, в которых, по данным Пресс-службы Кремля, должны были участвовать большие делегации и выступать с докладами руководителей профильных ведомств, было решено не проводить. Песков нам об этом говорит. Ну, пока без пояснений, потом посидел, видно, почесал репу и придумал, друзья. Придумал что? Смотрите, я вам сейчас расскажу. Широкий формат, это его следующая версия официальная, был отменен из-за графика индийского премьера, которому нужно было лететь в Австрию, сообщил Песков. То есть, я сейчас просто не совсем понимаю. Вот такой визит, такого уровня планируется за несколько месяцев, как минимум, широкий состав делегаций, профильные ведомства. То есть, ты готовишь документацию, которая будет подписана, готовишь команды, которые полетят, будут вести переговоры, готовишь для узкого, широкого там еще какого-то состава. То есть, максимально все с учетом и протокола, и интересов, и, в общем, готовят вот такие вот пачки, как говорится, документов на подписание. И тут вдруг Моди посередине, как говорится, переговоров вспоминает. А, я же вспомнил, мне в Австрию нужно лететь, поэтому все, сворачивайте, вот все, что мы здесь задумали, широкий, это все до свидос. В общем, я поехал, пока. И дальше там есть интересный момент. Путин попрощался, мило очень, наградил Моди орденом и вышел на крылечко и махал ему рукой, вот так. Ну, Моди даже стекло не опустил, вот так лицо кирпичом и поехал. Ну, в общем, а Песков, кстати, это усатая профурсетка, он точно будет сидеть вместе с Путиным на скамье подсудимых, потому что недавно он там рассказывал, почему про антиракеты. Помните, когда его журналисты спрашивали, что в Ахмадед прилетел? Он говорит, это антиракета. Песков, Небензя, Соловьев, Скобеева, вот это вся, вся эта, все это сатанинское кодло, оно обязательно будет отвечать по закону. Все те, кто, в принципе, да, выражаясь сейчас старорежимным языком, лил воду на мельницу этой войны, все те, кто абсолютно нормализировал войну, все те, кто в том числе с помощью пропаганды убеждал, что это абсолютно нормально, идти в чужое государство и убивать там людей. Это, вот они все будут отвечать, они просто плохо историю знают. Ну, вот, например, кто там, Симоньян, Скобеева, прекрасно, я думаю, можно ознакомиться с биографией Лени Рефенталь, я думаю, они поймут, что их ждет на самом деле. Так вот, отменили встречу, а я вот сейчас покажу тот самый фрагмент, и послушайте, что говорит Моди, из-за которого, из-за того, что он до этого еще с Путиным об этом проговаривал, разговаривал это, точнее, это проговаривал и об этом разговаривал. Вот, посмотрите. Ваше превосходство, возьмем войну или какой-либо конфликт, или террористические акты. Любой верующий в человечество человек ощущает боль, когда умирают люди, и особенно, когда умирают ни в чем не вины дети. Когда мы ощущаем такую боль, то сердце просто взрывается, и я имел возможность поговорить об этих вопросах с вами вчера. Я думаю, что Моди, который прямо говорит Путину про удары, терроризм, гибель детей, это то, что вот Молли очень не понравилось. Молли. Не Молли, а Молли. В смысле Моль. Ему, он прямо очень сидел до... В конце он сказал вот так, спасибо этой беседе, но я вам не буду ее всю показывать, потому что я привычный. Меня не тошнит, но, как говорится, пожалею вашу психику, потому что я вам короткие фрагменты обычно готовлю. Смотреть на эту рожу, это ничего... Просто можно же испоганить, заплевать все экраны. Так вот, и он подчеркнул, что мы как раз накануне обсуждали это с вами. И я думаю, вот там разногласия возникли. Я думаю... Кстати, Моди здесь нужно... Ну, скажем, не будем его хвалить, но... Он уже не один раз отменял свои встречи с Путиным. В 2022 году на фоне ядерных угроз Путина... Помните, когда Путин запрятался в бункер, угрожал всем ядеркой, когда россиян гнали из Херсона, когда Путин пропал с голубых экранов, отменял там свои эти ежегодные обращения и начал там грозить, сейчас нажму-нажму. Вот на фоне этих ядерных угроз Моди тогда отказался, отменил свой визит. И здесь нужно сказать, что даже у циничных дельцов таких, и политиков, таких как Моди, даже у них есть предел. И эти кадры из больницы Ахмадед, которые облетели весь мир, я думаю, они должное впечатление на Моди произвели. И он посчитал, что он не может проводить дальше переговоры с субъектом, который ударил по детской больнице, где лежат онкобольные дети. Поэтому уехал. Самое интересное, что вот этот фрагмент этой беседы, где Моди говорит Путину про детей, его нет на официальном сайте Кремля. Есть награждение, хотя вот с Орбаном, например, есть. А вот этот решили почему-то не выкладывать. Интересно, почему. А еще знаете, что Путина восхитило вообще в разговоре с Моди? Это до этого они там общались. Его восхитило, что в Индии в год рождается 23 миллиона человек. И он, у него аж глаза, знаете, у него иногда такое дурноватое лицо становится, вот какое-то такое. И он говорит, это же 23 миллиона. Как его вот это возбудило, да, количество пушечного мяса. Он, наверное, уже сразу посчитал где-то себе в голове. Это же можно, это же можно тут завоевывать все вокруг. Это же бы я, ого, как развернулся. Проблема в том, что у Путина как раз с этим большие проблемы. Куча людей выехала из России. Причем выезжали в основном, ну, не какие-то безработные там или те, кто, например, просто вдруг решил взять деньги и пойти воевать. Выезжали люди самодостаточные. У кого были на это деньги? Кто понимал, что там? Как там? И вывозили целые предприятия. Поэтому плюс нужно понимать, что было несколько волн выездов. И плюс нужно понимать, что вернутся же еще вот эти вот, которые на войне находятся. Это, скажем, не самая, мягко говоря, лучшая категория российского населения. И причем это сотни тысяч тех, кто перешагнул грань, грань убийства человека. Вот они вернутся. И они будут очень серьезно требовать от этого государства. Я уже не то, что просачиваются, там практически каждый день есть новости о том, что вот кто-то где-то пошел там, да я СВО, да я за тебя кровь проливал, гранату кинул, еще что-то сделал. Это все будет. Только вот сейчас это цветочки, потом ягодки будут. Еще один интересный момент. Вот Индия, она изначально, естественно, не присоединилась к санкциям против Кремля. Индия вытянула золотой лотерейный билет, выигрышный сразу. И буквально за несколько лет там с нуля до 40% российской нефти стала покупать. Индия, да, до 40%, 38% примерно, Китай 46%. То есть вот они на пару скупают практически всю российскую нефть. Но и это не все. Индия эту нефть перерабатывает благополучно. Как я уже в предыдущих программах говорил, продает. Продает в той же Европе, как уже топливо, как дизель, как другие виды производные, там вот нефтепереработки. Ну и прекрасно себя чувствует. То есть для моди это шикарно. Как и вот в свое время для Лукашенко, по помощь России в обходе санкций, это просто золотая жила. Россия готова платить в 10 раз больше за то, чтобы никогда не заплатила столько, если бы не начала войну. Поэтому, конечно же, для моди важно. Плюс он там еще атомную электростанцию строит, дополнительные энергоблоки. Весь мир покупает сырье для... пока покупает у России. Но я уже смотрю, что и США, и ряд других стран смотрят в сторону производства собственного сырья для атомных электростанций. Но, надеемся, в ближайшее время и этого Россию лишат. Путин, который постоянно всем... Кстати, Индия же действительно мощная страна. Сейчас я скажу, какая она там экономика. Пятое, это если мы берем по крупной экономике мира в долларовом эквиваленте. Путин любит считать по паритету покупательной способности. Он говорит, Россия там всех обгоняет. Мы вообще скоро всех обгоним. Почему это некорректный подсчет? Есть куча разных, я не буду на этом останавливаться. Есть куча материалов разных. Но Индия 3,5 триллиона. Ну и Россия немножечко вылетела из десятки. 2 триллиона. То есть, вот здесь для понимания, США 27 триллион, Китай почти 18, Германия 4,5, Япония 4, Индия 3,5, там Великобритания, Франция, Италия, Бразилия, Канада и Россия, которая вылетела из десятки. Ну, справедливости ради скажу, что вылетела она, потому что там немножко валюты, привязка идет к курсу валюты из-за ослабления рубля вылетела. Но сам факт, что страна, которая, давайте вот я скажу, Япония, да, Франция, Италия, то есть, страна, которая имеет колоссальные природные богатства, ресурсы, уникальное географическое положение, все равно, постепенно, ну, сейчас еще из-за вменяемых санкций и санкций на обхождение санкций, сейчас там еще немножко скорректируется путь. То есть, получается, не Путин нужен МОДИ, да, нужен, согласен, то есть, для МОДИ это действительно хороший вариант. Кстати, тут можно и предположить, что МОДИ, наверное, не очень-то и выгодно окончание войны, если с Россией потом снимут санкции, то вот лавочка может и закрыться, хотя рынки уже перестроились. То есть, по факту, Саудовская Аравия закрывает, продает нефть в Европу по нормальной цене, а Россия по дешевке распродает свою уже Китаю и Индии, ну, то такое. США, кстати, возмутились и в свете последних событий провели контакты с Индией на предмет, тут тоже это могло, кстати, повлиять, на предмет того, что МОДИ там мой друг, мой великий друг, он осыпал там Путина вот этими друг-друг, но по итогу взял и помахал ручкой. Больше всего мне понравилась реакция Министерства иностранных дел Чехии. Вот ни убавить, ни прибавить Министерство иностранных дел Чехии вызвало посла России в Праге Александра Змеевского из-за атаки на Киев 8 июля и передало через него России, что они, Россия, мусор человечества. Это не шутка. Официально с визитом в США министр иностранных дел Ян Липавский находится, министр иностранных дел Чехии, он распорядился вызвать этого Змеевского и выразить ему вот таким образом протест. И он написал у себя, убийцы, которые нападают на детей в больнице, это мусор человечества, пусть передаст это в Москву. Молодец, мне кажется. А вот крайне важный, еще в привязке, раз уж мы идем по международке, крайне важный момент, венгерский оппозиционный политик Петер Мадяр завтра приедет в Украину. Он привезет гуманитарную помощь для пострадавших детей. Вот, друзья, как нужно реагировать. Понятно, что многие послы, хорошее решение было, послов привезли туда прямо на место, показали им, что там вообще произошло. И Мадяр, кстати, он главный конкурент Орбана, и он его постоянно критикует и критиковал его за поездку в Москву. И вот, мне кажется, этот визит и этот контакт, его нужно, как говорится, разрабатывать. Я не так часто слышу про главного оппозиционного кандидата в Венгрии, но, мне кажется, в Венгрии проживает достаточное количество украинцев. И мне кажется, что вот в этом ключе можно было бы и поработать, что если, раз уж Орбан там какие-то челночные странные визиты совершает то в Китай, то в Россию, то там еще куда-то, непонятно зачем, непонятно почему, мечется. Мне кажется, что есть возможность не вмешиваться, конечно, во внутреннюю политику, вы что, но через украинскую диаспору, большую, проводить определенную грамотную политику. Где, как, разъяснять, что к чему, есть альтернативность, потому что Орбан монополизировал СМИ у себя в стране, есть и другие СМИ. Ну, в общем, раз, как говорится, создавать систему сдержек и противовесов. А теперь, вишенка, главная новость сегодняшнего выпуска. Украина может использовать ракеты Storm Shadow или, как говорит Шойгу, как он их называет, Storm Shadow для удара по военным целям на территории Российской Федерации. Об этом заявил министр обороны Британии Блумберг, ну, для Блумберга заявил. Storm Shadow по территории России, не по Крыму оккупирован, не по Донбассу, как атакамцами нам разрешают, а конкретно по территории России. И премьер, кстати, британский тоже об этом говорил, что Украина должна сама решать, как использовать, но и там уже Песков отреагировал, что это безрассудные какие-то заявления. Ну, у тебя про форсетка мы только не спросили еще. Но, друзья, это уже просто совершенно иной этап войны. Удары Storm Shadow, я напомню, 250 километров. Дальность, да, больше 250 километров. Масса боевой части 450 килограмм. Значит, 1000 километров в час скорость. Ну, то есть, это не дроном ударить по НПЗ, например. Да, нам говорят, по военным объектам. Воинские части, аэродромы, командные пункты. 450 километров. То есть, вот этот звук и вот эту картинку, которую видели в Киеве при ударе по Ахмадету, по заводу Артема, вот этот свист двигателя, удар, вот это все есть шанс увидеть, как говорится, увидеть Storm Shadow и умереть некоторым российским, а может быть и не некоторым военнослужащим. И это прекраснейшая новость. Я считаю, друзья, что это, ну, новейший, новый этап. То есть, сначала разрешили бить на 100 километров, сейчас первые. А вот вы заметили, что у Запада, ну, давайте коллективного Запада, скажем так, у них всегда так, они сидят, ну, как в детском суде, ты первый, нет, ты первый, давай ты, ну, давай ты, давай ты, и мы все за тобой. Вот у них как-то так оно работает. И в этом случае, в том числе, ну, давай ты танки дашь, ну, хорошо, и все дали танки. Ну, кто ему, давай ты сначала там разрешишь, нет, давай, и потом Германия свои запреты снимает, Великобритания, Соединенные Штаты. Но тут нужно отдать должное нашим друзьям из Великобритании. Какой бы премьер-министр не пришел, страна четко идет в проукраинском фарватере. Поэтому вот на этой хорошей новости я и завершаю сегодняшний выпуск. Подпишитесь на этот канал, если вы хотите поддержать команду, которая готовит выпуски, еще проще сделать. В первом комментарии ссылка, если на нее нажать, там можно произвольный донат отправить в поддержку канала. Команда и я вам всегда за это благодарны. Берегите себя, берегите своих близких. Спокойного нам всем дня и, конечно же, слава Украине! Субтитры создавал DimaTorzok